Девушки отдыхают На мой взгляд, это был один из самых ожидаемых матчей тура. Дротцы без потерь идут, а самое главное, выносят всех в челленджах. Поэтому с отрывом лидируют в турнирной таблице. Рома менее, конечно, стабильна. У нее были и крупные поражения, и победы сочные. Ну и встреча с Дротцами была, конечно, особенная. Она особенная для любой команды. Дротцы-лидеры, одни из фаворитов, но уж точно самая популярная команда турнира. Достаточно смешанный состав вышел у Кузнецова с первых минут. Был и Некид, был Мбаппе еще и в роли капитана. И уже на пятой минуте Рома открывает счет. Грубейшая ошибка, которую допустил при обработке или даже при передаче мяча Богдан Тимошенко, он же Богди. И налетевший на него и на вратаря, точнее, в этом эпизоде Степан Михайлович открывает счет уже на пятой минуте. Степа вонзил этот мяч, набрав очень высокую скорость. Сыграл как надо. Пятая минута. 1-0. Но, в общем-то, сама по себе игра получилась очень контактной. Под 40 фолов, 13 желтых карточек. И желтая была показана в том числе из-за этого нарушения правила. С помощью видеоповторов Дмитрий Жилинский обнаружил фол на Сальникове. И Кутуз на 16-й минуте четко реализовал пенальти. Как всегда был гиперактивен, невероятно быстр и иногда даже силен при ударах. Иван Коршунов. Корж не забил, не сделал голевой передачи, но был, конечно, ярок и заметен. Лилюхин. Его очередной момент с дальним ударом. Я напомню, он с Райзеном поспорил на бабке, на конфе. На то, что до конца регулярного чемпионата еще раз забьет ударом из-за предела штрафной. Но мы видим, левое у него поставленное. Очень много работы у Жилинского. Очень много желтых. Была и красная. Ее мы тоже покажем. Но надо сказать, что ребята, конечно, не унимались. Плюс ко всему такая роскошная атмосфера. Краб, мы видим, он появился лишь в концовке первого тайма. Не имел отрезок в тайме втором, но как-то по-настоящему сочно ярко, как у ребят из пиротехники, например, не смог себя проявить. Вот этот шанс был реальнейший. Великолепный матч провел Вадим Наумов, голкипер Ромы. Потащил, в частности, после вот такого сольного и настырного прохода Левы Кадухова. Стандартов было много, но я уже рассказывал о бесконечных фоллах, о штрафных, о желтых карточках. Ну и, конечно, с этих стандартов часто подавали или сразу били. Бегларян, игравший против своей бывшей команды, подает. И в итоге мяч, опускаясь под перекладину, находит кулак. Жесткий, уверенный кулак Владима Наумова. На мой взгляд, Вадим один из лучших, если не лучший игрок встречи. Последние минуты, удар со штрафного, прямо по центру. В меньшинстве уже находясь, та лапка был удален. За две желтые карточки, хотя и первая желтая могла сразу оказаться красной. В итоге в меньшинстве дротцы отстояли. Ничью 1-1, они по-прежнему без поражения, они по-прежнему лидеры медийной футбольной лиги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok